здравствуйте друзья мои дорогие подписчики все пользователи ютюба которые сейчас смотрят меня я в этом году намерен продолжать свою деятельность развиваться в сфере живописи я написал до сих пор определенное количество картин вот здесь вот есть законченные и незаконченные работы которые у меня на випа перед глазами чтобы я в свое время мог сделать какие-то поправки в 2020 году я как и в 2019 году написал картины большого размера вот сейчас продолжаю писать картину размер этой картины которую я сейчас пишу 48 на 32 инч или как говорится блинмах эта картина большого размера естественно для картин больших размеров используется и краски в больших тюбиках используя такие краски разных компаний у меня есть и другие краски а А для Пленера я использую удобненькие, небольшого размера краски компании Винсер Ньютон. Они удобны тем, что имеют небольшой вес и удобны для использования. Вот такие вот краски компании Винсер Ньютон по 21 мл. Они очень удобны для Пленера. В прошедшем году я побывал в горах, побывал во Флориде, выезжал на Пленеры, максимально использовал летний и осенний сезон для Пленеров. Я на Пленере использую вот такой небольшой пашат бакс. Этот бакс я сам изготовил. Здесь находится на верхней части, вот на этой части крышки, значит ячейка для хранения мокрых картин, свежих картин. Они там имеются пазы, туда вставляются и они не размазываются. Но я про пашат бакс сделаю отдельно видео. Просто я сейчас говорю к тому, что этот этюдник, по-русски сказать, очень удобен для Пленера. Он у меня находится в машине. Я его в любое время вытаскиваю, устанавливаю на Трайпад и пишу картину. А дома, в студии у меня, я в основном в последнее время стал писать на холстах большого размера. И для этого у меня требуются такие вот краски в больших тюбиках. Идет большой расход. Потому что большие картины я пишу вот такими мастихинами. Использую, применяю такие большого размера мастихины. А небольшие картины пишу, и также кисти. Небольшие картины пишу такими небольшими мастихинами. У меня их есть тоже определенные конфигурации. Я их использую для небольших картин. Итак, для больших картин, большие мастихины, большие краски. Одним словом, соответствующие инструменты и соответствующий расходный материал. Я расходный материал приобретаю на Амазоне, Вебее и также в компании Джерри. Я раньше в этой компании приобретал холст. И как говорится, я доволен обслуживанием этой компании и качеством материала в этой компании. Поэтому я накануне нового года, были скидки, я выписал опять краски с этой компании. Я не рекламирую компанию, но они вот в такой большой коробке мне прислали краски. Я хочу сейчас при вашем участии скрыть. Я вроде бы много красок не заказывал. Заказывал те, которые мне необходимы, которые заканчиваются. Но они прислали в такой большой коробке. Посмотрим, что здесь. Посмотрим, что они нам предлагают. Ух, такие массивные. Как я сказал, я стал пользоваться красками компании Вензер Ньютон и они мне понравились. Поэтому я заказал опять эти краски. Вот они прислали меня опять. Такие краски. По 37 миллилитров. Вот. Кадми Ред Хью. Вердиан. Зелёная краска. Жёлтая краска. Светлая. Кадми Ред Хью. Ультрамарин. Французский. Так называется. И. Белива. Эти краски. Я заказал в дополнение к этим краскам. Чтобы брать с собой на пленэр. Они, как я уже сказал, небольшого размера. Здесь по 21 миллилитров, а здесь по 37 миллилитров. Здесь все необходимые краски у меня для пленэра. Вот они. А эти две большие краски. Так. Опять же. Ультрамарин. 200 миллилитров. Как я сказал. Такие тюбики я беру для того, чтобы писать картины больших размеров. И так как идёт очень большой расход. По практике уже видно, что в основном большой расход идёт ультрамарина. И самый большой расход белила, естественно. Поэтому я опять заказал белила титановые 200 миллилитров тюбик. Вот такие большие краски я заказал с намерением, что буду продолжать писать такие большие картины. В дальнейшем я намерен пользоваться красками компании Виндзор Ньютон. Потому что я уже их испробовал в работе и полюбил. И так. Эти большие тюбики для картин больших размеров. Маленькие тюбики для вывоза с собой на пленэр. Пленэр я не буду прекращать. Хотя здесь у нас сейчас зима. Погоды чудесные. Такая бесснежная зима получается. Ну говорят, что раза два может снег выпасть. И я этим постараюсь воспользоваться и написать зимний пейзаж на пленэре. До сих пор я зимний пейзаж писал с фотографии. А хочется вживую написать на пленэре. Находясь на морозе. Для этого у меня есть все необходимое. Как я уже сказал, этот этюдник, или как говорится, пожар вакс. Замечательный. Краски, которые я беру с собой. Которые мало занимают место. Легкие в весе. А эти большие, увесистые, подвесные 200 мл краски я буду использовать в студии. И в дальнейшем буду стараться приобретать такие большие краски в больших размерах. Чтобы, как говорится, тратить не жадничая. Накладывая там астехин и делать такие размашистые, как говорится, текстуры. Они обогащают картину. Я люблю текстурную живопись. Пока я на этом заканчиваю. Пожелайте мне удачи. И оставайтесь со мной продолжать смотреть мои видео. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания.